Чтобы не испортить себе и другим настроение, никогда не делайте этого на праздники. Не лезьте своей ложкой в общие блюда. Хозяевам нужно покласть ложки во все салаты, чтобы гости могли брать все вкусности этой ложкой, а не своей. Нельзя запускать обслюнявленные пальцы в закуски, в сухарики, чтобы не заразить других гостей своими болезнями. Не пейте и не ешьте из общей посуды. Это некрасиво и негигиенично. Таким образом можно передать всех своих микробов другим гостям. Не портите главное фото гримасами. Не говорите неуместный тост типа «Скорее рожайте детей» или «Родите скорее сына». Могут быть разные причины, почему нет детей или внуков у этих людей. Не говорите тост «Скорее выйти замуж», «Желаю тебе найти мужа» или «Не хватает тебе только счастья в личной жизни». Это неприлично. Не говорите при пожеланиях «Не болей», «Пусть будет жизнь без горя». Лучше скажите «Желаю здоровья, счастья». Не вспоминайте на празднике о грустном. Если вы устраиваете торжество, не забывайте пригласить близких и тех, кто приглашал вас. Если нет такой возможности, лучше не хвастаться фото в интернете. Помните о своем лимите с алкоголем. Напиться можно в тесной компании. В большом обществе пьяный человек может вызвать насмешки, обиду, негатив. Особенно стоит воздержаться жениху с невестой и их родителям. Если человек не уверен, лучше пить только вино или не пить вообще алкоголь, а выпить просто безалкогольный напиток. Не обижайте никого, не хвастайтесь, не учите жить, не критикуйте торжество, не сидите с мрачным видом, не отказывайтесь брезгливо от блюд. Если вы приглашены на торжество в банкетный зал, там, где виновник торжества потратил большую сумму, лучше подарить деньги, чтобы с гостями окупить часть этого торжества. Не дарите много цветов, их выбросят через несколько дней. Многие пишут приглашениях не дарить цветы. Особенно на свадьбе для молодоженов важно, чтобы окупилось торжество, где было бы весело хозяевам и гостям. Лучше обговорить с тамадой детали, посмотреть на видео, как работает тамада. Главная ошибка тамады, когда ее становится слишком много и она становится королевой бала. Или когда программа напоминает детский утренник взрослыми. Заранее говорите все про музыку, чтобы было весело людям всех возрастов. Во время танцев лучше опустить шторы на окнах и включить светомузыку. При дневном свете люди не могут расслабиться и запросто танцевать, поэтому главные танцы ночью, когда пора расходиться. Если вы празднуете дома, лучше предупредить соседей, чтобы они не вызывали полицию. Летом лучше принести в помещение вентиляторы. Возьмите с собой запасную одежду на случай загрязнения и обувь в пластыре, если устанете или натрете ногу. Не устраивайтесь торжества придворный прием с поклонением слуг королеве. Часто этим грешат женщины и гостям становится неприятно. О таком торжестве долго сплетничают и жалеют потраченных денег. Некрасиво, если гостей выставляют с входа по лестнице в часовую очередь на то, чтобы они отдавали кономерт с деньгами. Не приглашайте гостей по принципу «кто богаче, кто круче, кто шеф». Этим вы испортите настроение себе и другим. Праздник не удастся, и героем вечера будет самый богатый и самый влиятельный гость. Приходилось видеть плачущих невест, когда вечер превращался в восхваление шефа родителей. Не забывайте звать молодежь и детей, они делают праздник. Меньше всех едят и пьют, но больше всех танцуют и веселятся. Некоторые пишут в приглашениях на свадьбу без детей. В этом большая ошибка. Гости родителей по этой причине часто напряжены, и энергетика не та. Не соблюдены традиции, ведь на свадьбе должны быть детки с корзинками цветов. Деткам можно поставить отдельный столик. И поставить туда перекусы на ходу, напитки, и дети сами будут угощаться. Они будут рады пицце, простым напитком. За столиком детей должны быть соблюдены те же правила, чтобы дети не копались своей ложкой в общем салате и не слюнявили чипсы в общей тарелке. Не обязательно носить детей в список обслуживаемых гостей. Можно заранее обговорить с поварами условия про отдельный столик для детей. Столы лучше поставить так, чтобы было видно виновников торжества и танцплощадку. Свадьба, день рождения без танцев скучны. Неприятны гости, которые никогда не танцуют, но без конца бегают за бутылками. Неприлично требовать водку с хозяев и подчеркивать, что гости пришли сюда только напиться и накушаться. Лучше быть осторожнее с конкурсами и танцами танго для женатых, чтобы пара не перессорились. Избегайте приглашать на медленный танец чужую половину. С молодыми весело даже без тамады. Они сами стихийно веселятся и общаются. Чаще всего молодой тамада ведет праздник веселее. Не обижайте ваших друзей и родных, игнорируя позвать на праздник родителей-одиночек, разведенных, холостых. Тех, у кого неприятности. Почему-то многие отворачиваются от тех, у кого произошло несчастье и люди еще больше страдают от пренебрежения друзей и родных. Приглашайте всех тех, кто вам дорог, всех тех, кто приглашал вас, всех тех, кто любит вас и кого любите вы. На праздник молодых лучше пригласить молодую тамаду с помощниками. Они развеселят всех. Тамада в солидном возрасте больше подходит для ровесников и для специальных мероприятий. Не делайте затяжные игры, в которых не все участвуют. Это утомляет, например, слишком долгий выкуп невесты. Не стоит осуждать танцующих и мерить их презрительным взглядом. Будьте веселы и приятны для всех. Избегайте в конкурсах званий на самую большую грудь, самые красивые ноги, самый маленький рост. Избегайте неприличных конкурсов. Помните, что всем участникам торжества должно быть весело и комфортно. Все готовились к празднику, тратились на подарки, наряды и дорогу. Никого нельзя унижать, выставлять посмешищем. Не провоцируйте близость между чужими мужем и женой. Удачная свадьба та, на которой пары находят друг друга, а не после которой расходятся. Если торжество с алкоголем, лучше избегать мучных блюд, так как гости не рассчитывают свои возможности с алкоголем. Из-за мучных блюд человек долго не пьянеет, а потом от интоксикации большим количеством алкоголя мучается тошнотой и рвотой. Незаменимы на праздники легкие салаты, закуски. Если есть возможность, предложите свою помощь в оформлении зала и уборке помещения. А также бывает неоценимая помощь в приготовлении блюд, если подруги принесут свой фирменный салатик. Чтобы почаще и веселее праздновать свадьбы и юбилеи, вернемся к простоте и постараемся не зацикливаться на дороговизне праздника, не равняться в этом на знаменитостей и миллионеров. И тогда мы все будем праздновать чаще и веселее. А какие свадьбы и юбилеи нравятся вам, чтобы вы изменили в проведении современных торжеств? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok